В канун 70-летнего юбилея Сталинградской битвы почтальоны разносят поздравительные письма от президента страны. Ветеранов, участников Сталинградской битвы в Ивановской области немного. Половина из них живет в областном центре. Александр Яковлевич Кусин – летчик первого класса из их числа. Вспоминать о том, как тяжело приходилось на войне, не любит. Боевых вылетов было много. Почти по земле летели. Все равно в это время стреляли и танки, и другая зенитная артиллерия. В общем, крепко досталось. И когда прилетел я на аэродром, то у меня был избитый весь самолет в пробоинах, заднее колесо было выбито. В регионы страны отправились около 8 тысяч именных поздравлений. Поступившие в почтовое отделение правительственные письма обязательно дойдут до ветеранов Великой Отечественной войны. Почтальоны передают поздравления лично в руки, но без требования подписи. За процессом доставки тщательно следят. Доставка на особом контроле. Доставлять эти письма лично ветеранам в руки. И сроки доставки с 29 января по 1 февраля. Всего на территорию Ивановской области у нас поступило 36 писем с поздравлениями президента. Из них 18 на территорию города Иваново и 18 на запределы. В следующий раз поступление подобных писем сотрудники почты ожидают к 9 мая. Поздравление с Днем Победы давно уже стало традиционным. Львови Почерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.